В этом месте Ленинский проспект заканчивается, он упирается в площадь Калинина, это привокзальная площадь, проспект Калинина и начало улицы Киевской. Вот эти машины сейчас идут туда, к южному вокзалу. Вот это немецкий дом такой большой, с таким большим двором внутренним. Вот это ресторан Ольштен, был еще построен в советское время, пользовался такой большой популярностью среди молодежи, достаточно такой элитный ресторан был, ну на молодежной в большей степени. Тут было и кафе с дискотекой такой, ну вот что там сейчас я не знаю, ну вот ночной клуб написано. Тут банк Согласие. Да, банк Зенит, страховая компания Согласие, ту, которую построили в Москве напротив моего бывшего дома, тоже это Согласие, непонятно что за Согласие, с кем. Согласие. Время сейчас утреннее, 9 часов 3 минуты. Дата сегодня, ну 25 июля. Ну погода такая, пасмурно, но не очень холодно. Так, дом искусств, свидание с городом. Вот этот дом искусств, это бывший кинотеатр Октябрь. У нас в Калининграде очень много всего бывшего, вот из этих культурных заведений. Вот они тоже все попереименовались на Новый Лад. Концертный театральный сезон 2012-2013 год отсутствует как таковой. Нет такого сезона. Мюзиклы, оперы, которые потрясли мир 12 год. Жар птица, дива. Вот здесь раздолбанно все. Асфальт еще советских времен. Такой потрескался. В заброшенном состоянии, собственно говоря. Это место находится несколько. Не знаю, почему-то никто его, наверное, не хочет в зал использовать в каких-то коммерческих целях крутых. Поэтому он, наверное, и заброшен. Так, тут вот памятные доски есть. Такая памятная доска. Сыну России, поэту и воин, Николаю Гумилеву от благодарных потомков. Постановлен в честь русского поэта Серебряного века Гумилева, участника Восточно-Прусской операции Первой мировой войны, награжденную двумя Георгиевскими крестами. Расстрелян в августе 31-го. Встановка знака стала возможной благодаря личной помощи мэра Москвы Лужкова. Вот так вот. Рука Москвы, она везде. Вот, хороший такой барельеф, симпатичный очень. Ну, это как бы памяти и Гумилева, и Первой мировой войне, и расстрелом, и памяти Юрия Михайловича Лужкова такой, строительной. Доброй памяти. Там начинается, не ошибаюсь, улица Богдана Хмельницкого. Она идет туда, пока не упирается в реку Прегель. Тоже это немецкие дома. Реставрированные, особенно первые этажи переделанные. Первые этажи у нас все-таки были квартиры. Вот здесь вот. Дом искусств. Бывший кинотеатр Октябрь. Сейчас издалека подойду, посмотрим на это дело. Потом подойдем поближе. Туда идет Ленинский проспект. Вот сейчас зайдем в стороны сквера. За сквером ухаживают. Сквер тут симпатичный, красивый. Такой лирообразный. Здесь лирообразный цветок должен быть где-то в начале. Сейчас посмотрим. Вот это вот такие палки стоят. Это деревья были. Такие с рассвечивающимися листочками. Сюда не просто какие-то столбики. Мы их, видимо, убрали. И сейчас готовят, я так понимаю, к приезду Путина. Который может тут появиться в субботу. Или воскресенье. Сегодня четверг. Вот это вот лира цветочная. Вот она такая красавица. А это вот тоже Ленинский проспект. Идет как бы вторая рука в Ленинского проспекта. Правая сторона. Которая вот как бы разделяется на две части. Вот этим сквером кинотеатра Тябр или Дома искусств. Проще его для меня называть кинотеатр «Октябрь». По старой памяти. Ну, если вот нагнали людей сюда, извините за выражение, то, значит, серьезная идет подготовка. Вот он, кинотеатр «Октябрь», Дома искусств. Вот сюда принесли памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину. Вот он стоял на центральной площади. Там, где сейчас храм Христа Спасителя. Вот примерно перед ним как раз. Наверное, на том месте примерно, где сейчас находится вот это розовое ветро, показывающее север-юг. Ну, примерно рядом с ней. Точно, конечно, не на этом месте. Работают фонтаны. Это показательно. Ну, вообще, это место не самое посещаемое в Калининграде. Ну, вот оно такое... Запущенное с точки зрения культурной активности. Вот, потому что тут, наверное, идет не то, что в основном навязывается людям во всем мире. Родному Калининграду премьера. 12 июля. Ну, он уже прошел. Вот, и все. И пустота, и чистота. Вот такой сквер. Вот, плиточку там уложили возле Ленина и фонтана. А здесь вот, как такой участок, пока еще не ухоженный. Ну, доберутся скоро и сюда, наверное. Тут плитка еще старая. Советская. Ну, вот утренняя экскурсия вокруг дома искусств. Полу безлюдного места. Оно, кстати, практически почти все время такое, достаточно безлюдное. Ну, может быть, когда какое-то представление дается глобально, и тут люди появляются. А так здесь крайне редко стоят толпы народу. И в основном люди так просто в скверик приходят. Мамы с колясочками там и так далее. Надо Владимира Ильича Ленина посмотреть поближе. Хотя вот во всех районных центрах его снимаем в Калининградской области. Здесь вот тоже. Более глобально его запечатлеть. Он так. Пальто у него вспадает немножко. Ну, накинули. Так, а смотрит он. Если посмотреть, куда он смотрит, смотрит он в сторону севера. Да, на север смотрит он. О, еще есть памятная доска. Сейчас мы ее тоже посмотрим. Памятник истории муниципального значения. Тапуриидзе, бронза. 1958 год. Даже меня старший памятник. Тапуриидзе, бронза.